В московском районе Бреста не так много людей, которые перешагнули столетний рубеж. Их всего восемь, и каждый такой юбиляр на вес золота. Сегодня ровесницей века стала Ольга Андреевна с красивой фамилией Добролюбова. Вот так она и прожила свой век с добром и любовью к людям. Именинницу приехали поздравить и вручить новый паспорт представители администрации и глава московского района. Всегда, знаете, такое чувство радости, когда идешь поздравлять, потому что всегда немножко волнительно, но эти люди всегда так заряжены позитивной энергией, и у них всегда такое идет тепло, и поэтому всегда приятно с такими людьми общаться. И хочется поздравить, самое главное, это здоровье, чтобы еще долгих лет жили и радовали своих детей, внуков, правнуков. И действительно, у именинницы большая семья. Пятеро детей, восемь внуков, девять правнуков и даже один праправнук. Им есть чему поучиться у Ольги Андреевны. Ее сердце всю жизнь принадлежало близким, а натруженные руки всегда были в работе. 19 лет я в колхозе проработала на дояркой, на коровнику. У меня было 14 коров, которых я дарила и очень любила. А после я на колхозе пошла на завод, работала на стекольном заводе. Я всю жизнь только трудилась. Я ночью стирала. Мне, когда я работала в колхозе, чтобы мне сказали, что ты хочешь. Или деньги, или выспаться вдоволь. Я бы сказала, выспаться. Все это позади. И когда, если не сейчас, можно отдохнуть. Да и дети давно выросли. Младшему 65, а старшему 80 лет. Сегодня уже они окружают мать вниманием и заботой. Ну, она всю жизнь работала и тяжело работала. Оптимистом было. Невзгоды переносила стойка. Ухаживаю. Возвращаю долги, можно сказать. В детстве она за нами ухаживала. Пока она жива, мы все еще дети. Собираемся как-то, объединяемся вокруг нее. В нашем роду таких не было. Дедушка, прадедушка, наверное, 92 умер. А так до 100 лет никто не доживал. Столетний юбилей – это торжество жизни над всеми невзгодами. Победа над ее скоротечностью – это драгоценный, накопленный десятилетиями клад из мудрости, опыта, умения преодолевать трудности. Секрет долголетия у каждого свой. Есть он и у Ольги Андреевны. Чтобы не случилось, оставаться оптимисткой и идти по жизни с песней. По деревне ходила за стадом овец, черноглазая Катя-пастушка.